Продолжение следует... Это новости на Хабар 24. С вами Динара Саду. Здравствуйте. На третье выросла заболеваемость корью только за неделю в Казахстане. Медики зарегистрировали уже 10 тысяч случаев. 80% пациентов в дети в возрасте до 14 лет. Больше всего заразившихся в Алматинской и Жамбулской областях, а также в трех мегаполисах. В Алматы, Шемкенте и столице. Рост в больших городах специалисты объясняют малой иммунной прослойкой казахстанцев. Другими словами, отсутствием прививок. К слову, две трети заболевших не вакцинированные дети. Тревожная ситуация по коре и в Актюбинской области. Сейчас в стационарах лечение получает больше 100 человек, в основном дети. Один ребенок в реанимации. Из-за большого числа заболевших в регионе развернули дополнительные койки. Подробности у нашего корреспондента. Первые случаи кори в областном центре зарегистрировали в феврале. А с начала октября наблюдается рост количества заболевших. Сейчас ежедневно за медицинской помощью обращаются 25-30 человек. В случае, если инфекция дает осложнение, пациентов госпитализируют. Для этого в области развернули 236 койко-мест. Дополнительно привлекли специалистов медицинского университета, а также инфекционистов, которые работают в поликлиниках, обеспечены всеми необходимыми лекарствами. Никаких проблем в настоящее время нет. Лечение в стационарах получают 136 человек. 118 из них дети. По словам врачей, около 80% заболевших корью несовершеннолетних непривитые. Поэтому медики рекомендуют получить прививку тем, кто ранее не вакцинировался. Прививают жителей до 30 лет, а также медицинских работников до 55 лет. В области подготовили 30 тысяч доз вакцины. При регистрации инфекционных заболеваний проводят эпидемию расследования. Устанавливаются источники инфекции, устанавливаются границы человека, устанавливаются контактные. Если контактные люди не привиты, мы до 30 лет. Мы в течение 3 дней прибиваем контактных и берем под наблюдение 21 календарных дней. А если больной человек, он изолирует естественно. С начала февраля корью в регионе заболели больше 1 тысячи человек. Эта инфекция опасна осложнениями, говорят медики. Поэтому при первых же симптомах необходимо обращаться за квалифицированной помощью. Только в этом месяце диагноз корь подтвердился у 72 жителей Карагандинской области. С начала лета число пациентов увеличилось почти в 6 раз. Большая часть заболевших – невакцинированные дети. Это связано в том числе с отказами родителей от прививок, говорят медики. Между тем, вакцинация – самая надежная защита от заразной болезни. Корь передается воздушно-капельным путем и опасна такими осложнениями, как пневмония и энцефалит. Ваши сегодня много мужчин? 81% среди всех заболевших – это дети, лица, не имеющие вакцинацию. Если человек не вакцинирован или ранее не переболел и был в контакте с больным корей, то обязательно он заболеет. У нас есть целевая группа, и согласно этой целевой группе количество детей охватывается, но среди них есть отказывающиеся лица и по медотводам, которые по причине каких-то заболеваний временных или постоянных могут быть непривиты. И они получаются в группе риска. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, действительно, на сегодняшний день отличается подъем заболеваемости в крупных городах нашей республики, а также в Амадеевской областях. данный подъем связан в основном с заболеванием непривитых детей, которые в свое время не получили в возрасту. Вот, это ввод, который должны были получить в 6 лет при вакцинах. Мы сегодня говорим о спичной заболеваемости среди различных групп населения. Вы говорили в одном из интервью, что кори одна из самых заразных болезней в мире. Индекс ее контагиозности достигает 95%. То есть, если среди людей появился один больной, то очень высокая вероятность того, что 9 из 10 человек заболеют. Неужели нет никакой защиты? Совершенно верно. Индекс контагиозности составляет 90-95%. Ну, на сегодняшний день единственным профилактическим неверным средством является вакцинах. Потому что вирус, сам по себе вирус кори очень простой. Вот, и тем самым, значит, он практически не меняется, не эволюционирует. Вот, и у нас есть очень надежная вакцина против вирусов кори. Значит, также хотел бы отметить, что лекарств на сегодняшний день именно в мире нету. И данная болезнь лечится отлично. То есть, лекаратуру мы лечим, лекаратуру вливаем, ну и так дальше. Скажите, вот вы затронули тему вакцины. Что это за препарат, откуда он, и можем ли мы ему доверять? Да, на сегодняшний день в Казахстане мы используем вакцину КТП, так называемый вакцина 3 в 1. Вакцина, прививаем детей в год и в 6 лет. Значит, вакцина безопасная, соответственно, прошла вирус на международном уровне. Значит, ВОЗ ее знал, вакцина индийская, мы не пользуемся. Вот, практически, осложнение не бывает. Вот, естественно, могут быть местные и большие. Все-таки вакцины, они безопасны, да? Потому как родители, вы же сами знаете, в нашей стране, они очень осторожно относятся к любой вакцинации, если речь идет о детях. Да, на сегодняшний день мы говорим, что... А вакцины каких стран еще у нас используются против ККП, которые ставят? В основном у нас вот эта индийская вакцина на сегодняшний день. Ну, производителей много, есть российская вакцина, есть тайская, ну и другие, я не знаю, паски. Вот, но дело в том, что действительно на сегодняшний день как-то 80% болевших, это те лица, которые в то время не получили данную вакцину. И из этого мы можем сделать вылочь, но вакцинированные люди не болеют. Вот, ну и те лица, которые в свое время переболели к этой корею, они по жизни не у них, они защищены. Вот, поэтому, ну, настоятельно рекомендуем родителям прививать своих детей. Да, мы забываем в хорошие времена, что корь это очень опасное заболевание, и оно опасно своим местом. Много даже летальных исходов вообще в мире регулируется. Вот, на тысячу заболевших до трех, от одного до трех летальных исходов происходит. А у вас есть данные, сколько вообще вакцинируется у нас детей? На данный момент, сколько получили вакцинацию? Ну, на сегодняшний день все те дети, которые планово запланированы, то есть, которые гостили возраста, при котором вакцинируют люди схода, получают вакцинацию, за исключением тех, которые имеют медицинские отводы, временные или постоянные. Вот, и, ну, есть, конечно, мы говорим, что пациент определенно отказывается от вакцины. Тем не менее, на сегодняшний день, вот, по, до 9 месяцев, подпись, 5 процентов. Сколько процентов, повторите, пожалуйста? 75, ну, это те дети, которые на сегодняшний день, они до конца года будут прививаться, достигающие прививочного возраста. То есть, мы будем до 90 процентов погонять. 75 процентов, это отказываются от вакцинации? Нет, нет, на сегодняшний день. Наоборот, привитые, да? Да, да. Но это те дети, которые достигли возраста, сейчас они будут, значит, до конца года. Мы же считаем, что ровно в год, но раньше мы прививать не можем. Поэтому года мы будем уходить на отсутствие 95 процентов. А вот несколько лет назад, когда была вспышка кори, было дано разрешение на вакцинацию детей с 9 месяцев. Не планируют заводить такие меры? На сегодняшний день пока таких постановлений и приказов не было. Если будет постановление или приказ, будем проводить. Как мы, наверное, спорим. Согласно постановлению. Спасибо большое, что уделили нам время. Раннее утро. Хорошего вам дня. Продолжаем выпуск. Отопительный сезон в Шемкенте начался раньше срока. Связано это с похолоданием в мегаполисе, сообщили в теплоснабжающей организации. Прогревать батареи начали на неделю раньше запланированной даты, а первыми тепло получили социальные объекты, школы, больницы и детские сады. Скоро теплее станет и в жилых домах. Сейчас они подключены на 97 процентов. Пока специалисты регулируют температурный режим и работу оборудования. Летом проводили гидравлические испытания. Заменили 9 километров тепловых сетей. Но это небольшой объем, говорят специалисты. В городе по-прежнему есть изношенные трубы, которые зимой доставляют много проблем. К тому же горожане не всегда вовремя платят по счетам. На сегодняшний день шимкенцы задолжали за теплоэнергию четверть миллиардов тенге. Срок эксплуатации уже прошел. Уже в течение 20-30 лет не менялись. Исходя из этого поменяли эти трубы. Изношенные трубы есть в Шимкенте. Сейчас на данный период где-то составляет 50 процентов. Надеемся, что сильных таких порывов не будет. Строительство трех школ затянули в Акмолинской области. При этом стоимость всех трех проектов, начатых еще два года назад, увеличилась почти на треть. Когда сдадут школы в эксплуатацию, попытался выяснить Аслан Абуталипов. Строить новую школу в селе Петровка Санкт-Петербургского района начали еще два года назад. Для местных жителей это стало долгожданным событием. Но затем радость сменилась негодованием. Возведение здания затянулось надолго. Сейчас здесь нет ни строителей, ни техники. Обещали еще прошлый год запустить, 1 сентября. Я тут вижу постоянно, с весны, по снегу еще такая стройка шла. Ну думаю, о, осенью уже пойдут в школу. Потом затихло все. Потом опять бригада приехала, вот кирпичную кладку довели до конца. И все. У меня последняя дочь доучивается. Она говорит, я, наверное, не успею поучиться в новой школе. Изначально новую школу на 80 мест в селе Петровка должны были открыть еще в 2022 году. Но сейчас здание построено только наполовину и остается очень большой объем работы. Поэтому подрядчики заверяют, что сдадут в пользование новый объект лишь в 2024 году. Тем временем дети ютятся в старой школе, построенной еще в 70-х годах прошлого столетия. В ней нет спортзала и столовой, не хватает учебных кабинетов. Поэтому многие родители отправляют своих детей учиться в райцентр. Школа выходит каким образом из этой ситуации? Значит, уроки физкультуры проходят либо здесь, либо в учебных кабинетах, где дети занимаются шашками, шахматами. Здесь они занимаются настольным теннисом. А нехватка кабинетов мы решили следующим образом. Мы совместили класс. Не могут дождаться открытия новых учебных заведений жители сел Буланды и Жанажол. Как выяснили общественные активисты, строят эти три школы и одна и та же подрядная организация. Возвести объекты в сроки подрядчик не смог, но при этом стоимость каждого проекта увеличилась почти на 30%. Например, школу в селе Буланды планировали построить за 673 миллиона тенге. Но после заключения дополнительных соглашений между заказчиком и подрядчиком, эта цифра взлетела до 1 миллиарда. Можем отметить неэффективное использование бюджетных средств в части необоснованного удорожания данных проектов. Одно ученическое место на данных проектах варьируется от 9 до 12 миллионов тенге. В то время как такие топовые учебные заведения, комфортные школы, которые реализуются на территории Акмолинской области, стоимость их ученического места составляет порядка 5 миллионов тенге, то есть в два раза дешевле. Чиновники пояснили, что для строительства школ в селах Петровка и Буланды не хватает средств из бюджета. В этом году полностью удалось выделить деньги для завершения возведения школы в селе Жанажол. Поэтому ее сдадут в пользование до конца года. Стоимость новых учебных заведений увеличилась из-за роста цен на материалы, добавили специалисты. Все зависит от финансирования. Согласно финансированию разрабатывать характеристики в работе. Есть недочеты, конечно. То есть любая организация должна заходить со своими финансовыми средствами, выполнять работу, закладывать свой бюджет для выполнения работы. Местные власти заверяют, что откроют новые школы в следующем году. В целом сейчас в регионе продолжается строительство девяти школ. Вместе с этим в рамках национального проекта «Комфортная школа» начинается возведение еще 18 учебных заведений. Аслана Буталипа, Виктор Полянный, Акулинская область, Хабар-24. К новостям в мире. Европейский Центробанк продолжит придерживаться подхода, при котором решение об изменении процентных ставок будет приниматься на каждом конкретном заседании и будет зависеть от поступающих данных статистики. Об этом заявила председатель банка Кристин Лагар. По ее словам, ставки будут удерживаться на высоком уровне до тех пор, пока траектория инфляции в еврозоне не начнет указывать на устойчивое движение к целевому уровню в 2%. Совет управляющих сегодня решил сохранить три ключевые процентные ставки Европейского Центрального Банка без изменений. Поступившая информация в целом подтвердила наш предыдущий анализ среднесрочных перспектив инфляции. Ожидается, что инфляция будет по-прежнему оставаться на слишком высокой отметке в течение долгого времени. Центробанк Турции повысил учетную ставку с 30 до 35%. В свои действия регулятор объяснил стремлением скорее добиться замедления инфляции. Ожидается, что это поможет закрепить инфляционные ожидания и контролировать ухудшение ценовой динамики. Это пятое повышение ставки подряд. Сейчас она находится на максимуме с 2003 года. Власти Франции анонсировали меры по предупреждению беспорядков в стране. Широкий пакет нововведения был разработан в ответ на разгул насилия в июне этого года, из-за чего погибли три человека. Было сожжено 12 тысяч автомобилей и повреждено 2500 зданий. В летней серии беспорядков было зафиксировано рекордное число несовершеннолетних участников, поэтому французские власти намерены усилить ответственность родителей. Парламенту предложат рассмотреть вопрос привлечения их к общественным работам за пробелы в воспитании детей. Самих нарушителей могут определять в специальные образовательные учреждения, а в самых тяжелых случаях перевоспитание возложат на военных. Среди других мер пятикратное увеличение штрафа за нарушение комендантского часа до 750 евро. Кроме того, объявлено о расширении штатной численности полиции и разработке национального плана по борьбе с наркоторговлей. В течение шести лет мы увеличили возможности Министерства внутренних дел до беспрецедентного уровня. Мы создали 10 тысяч мест жандармерии и полиции в предыдущие пять лет. И еще 8,5 тысяч будут созданы до 2027 года. Как объявил президент республики, мы создадим 238 дополнительных бригад жандармерий и адаптируем планирование Министерства внутренних дел с тем, чтобы до 2030 года повысить в два раза представленность сил правопорядка в общественных местах. Сегодня на заседании комиссии ООН будет предложено голосование по резолюции, выдвинутой Казахстаном и Кирибатием, на последствиях применения ядерного оружия, помощи жертвам и восстановления окружающей среды. В канун этой даты в Париже прошла презентация фильма об отголосках испытаний во французской полинзии. Подробности у Алисы Сыздыковой. Документальное расследование на французских островах Тихого океана для этого фильма длилось несколько лет. Через свидетельство очевидцев и жертв ядерных испытаний сквозит главный вопрос. Защищены ли следующие поколения от воздействий почти 200 взрывов на атоллах? Во Франции только в 2010 году началась массовая работа по признанию жертв ядерных испытаний. По сегодняшний день этот статус получили чуть больше 2000 человек. Ничтожно мало, считает самая известная активистка французской полинезии Инна Мера Кросс. Я действительно чувствую эволюцию на уровне сообществ, которые пережили ядерные испытания. Казахстан сближается с Кирибати, они представляют резолюцию. Мы, конечно, хотим присоединиться к ним и сотрудничать, несмотря на то, что не являемся страной. Даже если мы находимся в малоизвестном углу мира, у нас есть общий момент. Казахстан, Кирибати, французская полинезия. Мы пережили ядерные испытания, и, к сожалению, мы проживаем одинаковые последствия. Несколько лет назад французский врач Кристиан Суер, проанализировав данные за 10 лет, пришел к выводу о том, что ядерные испытания могут быть отправной точкой для серии патологий нескольких поколений. Но серьезных научных исследований на этот счет нет до сих пор. Резолюция, выдвинутая Казахстаном и Кирибати, мы видим, что есть реальная связь между Центральной Азией и Тихоокеанским регионом. Так вот, эта резолюция не только несет важность оказания помощи жертвам испытаний, но также действий по оздоровлению окружающей среды. Резолюция опирается на многосторонние договоры, касающиеся ядерного оружия. Она очень сильная. До настоящего времени говорилось о последствиях, но сегодня мы говорим о жертвах, и в особенности о том, что можно для них сделать. И это впервые. В мире за всю историю было произведено около 2000 ядерных взрывов. Несмотря на то, что мораторий на проведение испытаний действует уже около 30 лет, на мировом уровне вопрос обязательств перед жертвами все еще не решен. Казахстан и Кирибати также инициируют создание международного трастового фонда, который за счет донорской помощи оказывал бы поддержку в лечении пострадавшего населения. Алия Сыздыкова, Руслан Амиржан, Хабар-24, Париж, Франция. Это Хабар-24, прямой эфир. По меньшей мере, 27 человек стали жертвами урагана в Мексике. Курортный город Акапулька терпит ущербы на миллиарды долларов, сообщают в правительстве. Стихия разрушила отели. Очевидцы сняли кадры разбитых окон и поваленных деревьев. В одном из знаменитых гостиничных комплексов уровень воды поднялся до восьмого этажа. Люди провели час в замкнутом пространстве, пока не выбрались. Отис обрушился на Мексику в среду, как шторм пятой категории. С тех пор в прибрежных регионах затоплены улицы, сорваны крыши зданий, и наблюдаются перебои со связью. Больше других пострадал город Акапулька с населением почти 900 тысяч человек. Более 500 морских млекопитающих умерли от птичьего гриппа в октябре в Бразилии. Такую статистику предоставили в местных СМИ. По их данным, вспышка была зафиксирована в начале октября в южной части региона Праяду-Кассина. Там местные власти инициировали проверку туз животных, найденных на пляжах. Также чиновники провели меры по утилизации тел погибших млекопитающих, чтобы остановить дальнейшее распространение вируса. Власти попросили населения принять меры предосторожности и минимизировать контакт с больными животными. Глубоководные кораллы в Индийском океане теряют цвет из-за повышения температуры воды. Ученые из университета Плимута обнаружили, что колонии коралловых полипов, расположенные на глубине более 90 метров, стали терять свой яркий окрас. По предварительной оценке экспертов, явление затронуло до 80% рифов в определенных частях морского дна на глубинах, которые ранее считались устойчивыми к потеплению океана. Центральная часть Индийского океана, населенную коралловыми рифами, ученые изучают уже более 10 лет. Продолжаем выпуск. Бюджет противопаводковых мероприятий увеличат в Войскаминогорске до 30 миллионов тенге, дополнительно выделят для защиты отдаленных микрорайонов от подтоплений. Средства направят на строительство, в том числе и новых орычных систем. Заявку на дополнительное финансирование уже поддержали в местном Маслехате, а в пределах области продолжат берегоукрепительные работы в горных районах, завершат реконструкцию аварийных дамб и плотин. Из 21 пункта запланированных защитных мер выполнено 18. В масштабах страны для защиты от паводков также реконструировали больше 40 крупных ядросооружений. В Глубоковском районе проведены берегоукрепительные русло-регулирующие работы в селе Тарханка, в Тоткине-Сыка, также проведены очистки насыпных сооружений, у нас также установка водопропускных сооружений идет за работа. 11 новых водных специальностей могут включить в программу обучения в казахстанских вузах, а все из-за острого дефицита кадров в этой сфере. Сейчас в стране обучают только по одной программе. Как будут привлекать специалистов в водную отрасль, или какие условия им создадут, расскажут в рубрике «По факту». Водная дипломатия, экономика водного хозяйства, миллиардация и орошаемое земледелие. Эти и еще 8 новых специальностей могут появиться в вузах Казахстана. Так, в стране хотят решить вопрос дефицита кадров в этой отрасли. Сейчас в этой сфере работают только 22% выпускников. А другие же не хотят идти в профессию из-за низких зарплат и высокого объема работы. Далее по факту. Меня зовут Динара Абдирова. Здравствуйте. Каждый год диплом высшего образования в водной отрасли получают всего лишь 220 человек. Еще 100 выпускаются из колледжа. Из них по профессии работают почти 70 специалистов. Но даже они, по словам экспертов, не отвечают требованиям. А все потому, что их учат по устарелой программе «Водные ресурсы и водопользование». Эта специальность относится к широкому профилю и не отвечает квалификационным требованиям, предъявляемым к работникам водной сферы в современных условиях. Остро ощущается дефицит узких специалистов в области проектирования, эксплуатации гидротехнических сооружений. Уровень подготовки кадров не отвечает требованиям научных и проектных институтов. Выпускаемые инженерные кадры водного хозяйства по уровню подготовленности намного ниже, чем специалисты 90-х годов. Лаборатории нет, преподавателей мало, а учебная программа не отвечает современным требованиям. Эксперты просят профильное министерство срочно пересмотреть стандарты образования. По их оценкам, через 6 лет Казахстан столкнется с серьезным дефицитом кадров. Нехватка специалистов достигнет 800 человек. Более 6000 человек работают в системе Казводхоза. Это государственная организация, которая обеспечивает эксплуатацию водохозяйственных объектов. Почти половина из них не являются специалистами. Оказалось, кадры не готовы, а некоторые не приходят по завершению учебы. Поэтому мы говорим о необходимости вернуться к целевой подготовке кадров. Необходимо мотивировать сотрудников, повышать им зарплаты и создавать благоприятные рабочие условия. Возможно, также стоит предоставлять жилье тем, кто едет работать в отдаленные районы. Сейчас 9 вузов страны готовят кадры в сферу водного хозяйства. Инженеров обучают только в одном – Тарасском региональном университете. Теперь в профильном ведомстве предлагают увеличить число новых специальностей и грантов и дать возможность казахстанским студентам бесплатно учиться за рубежом. Чтобы решить проблему дефицита кадров, Министерство намерено принять необходимые меры по совершенствованию программ подготовки и повышения квалификации специалистов в области управления, использования и охраны водных ресурсов. Отдельно будет рассмотрен вопрос повышения заработной платы специалистов водного хозяйства. В то же время мы будем перенимать успешный опыт других стран. Для этого активно налаживаются международные контакты. Для того, чтобы подготовить высококвалифицированного специалиста в водной сфере нужно как минимум 10 лет. Больше всего сейчас нужны управленцы. Они должны не только разбираться в этой области, но и обладать критическим мышлением, говорят эксперты. А пока специальность водные ресурсы не пользуется популярностью среди абитурентов. В списке востребованных лидирует медицина, гуманитарные науки, информационные технологии и связь. Это по факту. До встречи. В прямом эфире вы смотрите новости. Выставка для фанатов жанра фэнтези открылась в библиотеке Лондона. Здесь можно погрузиться в волшебный мир таких произведений, как «Игра престолов», «Хроники Нарни» и «Властелин колец» с помощью тематических экспонатов. Среди них рукописи, первые издания, игры, реквизит для фильмов и костюмы. Захватывающее воображение тематический праздник продлится до конца февраля. За все это время у поклонников жанра есть возможность насладиться более чем сотней экспонатов со всего мира. Основу нашей коллекции здесь, в библиотеке, составляют книги и рукописи. Но мы также хотели показать, как фантазия трансформировалась в современный мультимедийный формат. Поэтому мы включили выставку, видеоклипы, реквизиты из фильмов и сериалов, видеоигры и настольные игры. Дождь со снегом и гололед ожидаются на большей части Казахстана. А на востоке страны сипноптики прогнозируют низовую метель. Штабовое предупреждение объявлено в 13 регионах. На юге республики и в столице, по данным КАЗ «Гидромета», возможен туман. В Акмолинской области ночью похолодает до минус 10. Тепло будет в Туркестанской и в Жамбылской областях. И на этом пока все. Я желаю вам хорошего дня. До встречи.